Всем привет! Брюссель, столица Бельгии и брюссельского столичного региона. В Брюсселе разместились учреждения французского и фламандского сообществ и Фландрии, штаб-квартира Евросоюза, офис НАТО, секретариат стран Бенелюкса. Не следует путать город, коммуну, Брюссель, Нитерл, Стад Брасл, ФР, Виль де Бракселос, Бракселос Виль, с брюссельским столичным регионом. Упоминается с 794 года как Броссело с указанием, что селение расположено между болотами. Отсюда топоним. Из фламандского брак, болото, село-жилье, то есть селение у болота, что достаточно широко встречается в европейской топониме. Современный французский и волонский бракселос. Брюссель, устаревший вариант, Брюксель. Фламандский, Брасл, Брюссель. В русскоязычной традиции, принята фламандская форма, Брюссель. Брюссель. Город и округ. Город Брюссель, выделенный красным на контурной карте округа. Вместе с другими 18 коммунами город Брюссель образует брюссельский столичный регион, фактически являющийся единым городом с населением почти в 2 миллиона человек, хотя население коммуны Брюссель составляет примерно 150 тысяч человек. Обычно название Брюссель распространяют на весь округ. Пятиугольник, историческое ядро Брюсселя. Карта 1837 года, направление на север слева. Коммуна Брюссель имеет неправильную форму, состоящую из трех частей. Широкой северной, узкой центральной и еще более узкой южной. Северная часть Брюсселя включает район Лакен, где расположена одноименная королевская резиденция. До 1921 года Лакен был самостоятельной коммуной. Историческое ядро города образует пятиугольник бульваров, проложенных на месте бывших оборонительных сооружений. Южный протуберанец, Авене-Луизе. Брюссель стоит на реке Сеня, однако в черте города та практически не видна, поскольку была перекрыта бельгийскими инженерами под руководством Анримов период урбанизации. Вторая половина XIX века. Климат Брюсселя, умеренной морской. Морские воздушные массы, образующиеся над находящимся в относительной близости Северным морем, обуславливают небольшие амплитуды суточной и годовой температуры и высокую относительную влажность воздуха. Самыми жаркими месяцами являются июль и август со средней температурой 17,0 С, самым холодным январь со средним минимумом в 2,5 С. Среднегодовая температура составляет 9,7 С. Количество часов солнечного сияния в году – 1585. Для морского климата типично большое количество осадков. Так, за год в Брюсселе выпадают 821 мм осадков, наибольшее количество – по 79 мм. В ноябре и декабре. Название города происходит от древненидерландских слов «браук болота» и «села» поселения и обозначает буквально «селение на болоте». Основание Брюсселя относится к временам довольно отдаленным. По легенде, Брюссель был основан в VI веке святым Гагериком. Или Сен-Жори. Однако первое упоминание о селении «браук села» встречается лишь в 996 году в грамоте «Аттона Великого». С 977 по 979 годы герцог Нижней Латарингии Карл I построил крепость и часовню на острове на реке Сеня, что стало первым шагом в развитии города. Собор был посвящен святой Гудуля, покровительнице Бельгии. В XI веке была сооружена первая городская стена. Средние века. Сначала XII. Брюссель был резиденцией герцогов Нижней Латарингии и Брабанта. В 1361 году герцог Иоанн III расширил город и усилил укрепление. В 1430 году герцог бургундский Филипп III добрый наследует герцогство Брабант и делает Брюссель столицей Бургундии. В это время идет строительство ратуши и первых зданий на Гран-Плас. Происходит расцвет экономики, скульпторы, ковровщики и ювелиры обосновываются в городе. В том числе художники Питер-старший Брейгель и Рагир ван дер Вейден находят в Брюсселе пристанище. В 1477 году внучка Филиппа Доброго, Мария Бургундская, выходит замуж за будущего императора Священной Римской империи Максимилиана I, за счет чего Брабант переходит под правление Габсбургов. Их дочь Маргарита Австрийская временно переносит резиденцию в Мехерин, но после 1531 года Брюссель вновь становится столицей Бургундии. После смерти Карла V во время правления его сына Филиппа два большая часть современной Бельгии становится частью Южных Нидерландов. При Филиппе происходит восстание против испанских правителей. Во время правления испанцы герцога Альбы были жестоко преследуемы протестанты, в июле 1568 года в Брюсселе были публично казнены лидеры дворянской оппозиции граф Эггмонд и граф Горн. Репрессии привели к тому, что город начала покидать интеллектуальная элита. В основном бежали в Амстердам. Что, в свою очередь, привело к экономическому упадку Брюсселя. Брюссель после 30-летней войны. По Вестфальскому миру, положившему конец войне в 1648 году, северная часть Нидерландов была признана независимой, в то время как южная часть вместе с Брюсселем осталась под управлением испанцев. Во второй половине 17 века при Людовике 14 Франция старалась занять господствующее положение в Европе. Французские войска завоевывают Эно и западную Фландрию. В 1695 году брюссельский Гран-Плас на протяжении трех дней был обстрелян из артиллерийских орудий и был почти полностью разрушен. По Рейсвейкскому миру от 1697 года французы должны были покинуть бельгийские территории. В ходе войны за испанское наследство, 1701-1714, господство над Южными Нидерландами, вместе с тем и над Брюсселем, переняли представители Габсбургов из Австрии. По Раштатскому миру 1714 год. Брюссель перешел к Австрии. Борьба за независимость. В 1789 году с помощью Брабанского восстания удается на короткое время добиться независимости от господства Габсбургов во время правления Иосифа II, пока в 1794 году территории не были захвачены войсками Французской республики. Французское господство было окончено в 1815 году после поражения наполеоновских войск в битве при Ватерлоо, которая произошла в 15 километрах к югу от Брюсселя. На Венском конгрессе 1814-1815 было решено объединить Южные Нидерланды с северными под властью Вилемо-1. Бельгийская революция 1830 года в Брюсселе. Либеральная элита католических Южных Нидерландов, которая была ориентирована на Францию лингвистически, культурно и политически, а также католическое духовенство чувствовали себя ущемленными в области государственного правления, образования и экономического развития по сравнению с преимущественно протестантским Нидерландоязычным севером. Через некоторое время Бельгийская революция приводит к отделению Бельгии от Объединенного Королевства Нидерландов и образованию Бельгийского королевства. Самые могущественные державы того времени Англия, Пруссия, Австрия и Россия, были заинтересованы в мирном разрешении конфликта и провозгласили на Лондонской конференции 1830 года независимость нового государства. Брюссель становится столицей королевства, а Леопольд I первым королем Бельгии с формой правления конституционная монархия. Благодаря статусу столицы государства и подъему экономики Бельгии в эпоху индустриализации. 19 век. Брюссель становится все более привлекательным местом. Население растет быстрыми темпами, не в последнюю очередь за счет эмигрантов из Волонии и Франции. Историческое ядро города объединяется с бывшими сельскими коммунами в конгломерат, вырастают новые кварталы, заключается в Трубусено. В это время строятся такие здания, как Монументальный дворец юстиции, Биржа, Королевский дворец, Триумфальная арка и знаменитые здания в стиле модерн. Например, здание Виктора Орта. В 1900 году. Предпринято сооружение морской гавани и расширение и углубление канала, идущего к Эр. Рупель. В 1910 году. В Брюсселе происходила всемирная выставка. Некоторые отделы ее сильно пострадали во время большого пожара в июле 1910 год. Но благодаря энергичным мерам, удалось быстро привести выставку снова в хороший вид. Хотя Бельгия и стала жертвой агрессивной политики Германии во время обеих мировых войн, Брюссель не был подвергнут значительным разрушениям. Благодаря этому архитектура и улицы Брюсселя до 60-х годов, а частично и в наши дни, оставались такими же, как и во времена основания города. Однако уже в 30-х годах было проведено рельсовое сообщение между северным и центральным вокзалами через центр города. Двоязычие в Брюсселе. Давний конфликт между фламандским, нидерландоязычным, и волонским, франкоязычным, населением приводит к тому, что в 1932-1938 годах Брюссель становится двуязычным. Название улиц, станции общественного транспорта и муниципалитетов дублируются на двух языках. Под влиянием более развитой в то время Волонии город все более офранцуживается, преобладающий ранее нидерландский язык отходит на второй план. Также в архитектуре доминирует французский стиль. После Второй мировой войны Брюссель завоевывает все большее международное значение. В 1958 году здесь обосновывается Европейское экономическое сообщество, предшественник Европейского союза. В том же году в Брюсселе состоялась всемирная выставка, которой был построен Атомиум. В 1967 году из Парижа в Брюссель переезжает НАТО. Изданный в 1953 году закон, по которому расходы за снос старых домов оплачиваются государством, негативно сказывается на внешнем виде города. Сносится неоправданно большое количество старых домов и кварталов, а полученные территории застраиваются высотными домами. Некоторые архитекторы считают, что Брюссель более пострадал от модернизации в 60-х годах, чем от войн. Подобная модернизация, сопровождающаяся массовым сносом исторических кварталов, получила название Брюсселизация. Кроме того, характерной для нового Брюсселя чертой стало образование гетто и заселение бедных семей иммигрантов в центральные кварталы, отличающиеся ранее богатыми культурными традициями. 22 марта 2016 года в Брюсселе произошли террористические акты. На территории города Брюсселя проживают 179-277 человека. 2018 год. При плотности населения 5497 человек км. Вместе с остальными 18 коммунами брюссельского столичного региона, агломерация образует самый большой. И вместе с тем один из самых густонаселенных. Город Бенилюкса с населением миллион восемьсот тридцать тысяч человек. Демографические данные. Быстрее всего население Брюсселя увеличивалось в период урбанизации в 19 начале XX веков. За одно столетие численность населения возросла в два раза, с 98 тысяч в 1830 году до 200 тысяч 433 человек в 1930 году. Пик численности населения был пройден в 1930 году, с тех пор население города уменьшалось, и в последние 30 лет держится на уровне 140 тысяч человек с небольшими колебаниями. В 2007 году коэффициент рождаемости составил 17,4, коэффициент смертности – 8,8. Таким образом, естественный прирост населения составил плюс 8,6, а общий плюс 17,1, что является довольно высоким показателем для Европы. Половой состав населения города однороден, в Брюсселе проживают 50,18% мужчин и 49,82% женщин. Половина всего брюссельского населения – 51,6%. Не замужем, не женаты. С начала XX века, и особенно со второй его половины, коренное население Брюсселя, в основном франкофоны, активно перемещаются в спальные пригородные муниципалитеты, являющиеся частью Нидерландоязычной провинции Фламандский Брабант. Освободившиеся кварталы старого города занимают в основном выходцы из стран Третьего мира и бывших французских и бельгийских колоний Конго, Марокко, Турции и проч. Фламандцы очень остро реагируют на процесс галлизации и как самого Брюсселя, так и всей брюссельской периферии. Между франко- и нидерландскоязычной общинами не одно десятилетие имеют место острые конфликты. Попытки деэксклавизации и Брюсселя успехом пока не увенчались. По причине размещения в Брюсселе учреждений Европейского Союза, НАТО и других международных организаций, более четверти населения, 27,1%, города являются иностранцами. Из-за массовой эмиграции различных групп населения в город, как из других регионов Бельгии, так и из-за рубежа, основное разделение населения в Брюсселе проходит в языковой, а не в этнической плоскости. Все население условно делится на франкофонов, нидерландафонов и аллофонов, большинство из которых склонно к ассимиляции во франкоязычную среду. Брюссельский столичный округ является единственным официально двуязычным регионом страны. Официально равноправными в органах администрации признаны французские и нидерландские языки. Кроме этого, в столице и прилежащих к ней регионах имеют распространение многие другие языки недавних эмигрантов. Большинство населения города, 56% по опросам 2006 года, считает родным французский, около 7% нидерландский язык, остальные 37% говорят на двух и более языках в зависимости от обстановки, учреждения, квартала и так далее. Роль лингва франка исполняет французский язык, им владеют порядка 96% населения города. Большинство жителей Брюсселя исповедуют католичество и протестантство, также исповедуемыми религиями являются иудаизм и ислам. В Брюсселе расположено множество культовых сооружений. Католических. Брюссельский собор, Нотр-Дам-де-Лакен, Церковь Святой Алисы, Церковь Святой Терезы Авильской и другие. И протестантских. Церковь Святого Андрея Н, Августинский храм Н, Собор Святой Троицы Н. Имеется соборная мечеть и православные храмы. Церковь Святого Иова Многострадального, храм Святого Целителя Пантелеймона и Святого Николая Чудотворца. Брюссель, крупнейший экономический центр страны. Экономическому росту бельгийской столицы поспособствовали центральное географическое положение и тот факт, что здесь разместились такие международные организации, как ЕС и НАТО. По объему ВВП на душу населения. 59 400 евро. Брюссель находится на третьем месте среди европейских городов после Люксембурга и Центрального Лондона. Наибольшую прибыль приносит гастрономия. В апреле 2007 в городе было более 2000 ресторанов. И третичный сектор экономики. Помимо этого развитые области машиностроения, выпускающие промышленное оборудование. В городе разместилось большое количество кредитно-финансовых учреждений. В Брюсселе сходятся многочисленные линии автомобильных сообщений страны. Автомагистральная сеть похожа своим устройством на французскую дорожную сеть. Подобно Парижскому бульвару периферик, в Брюсселе существует кольцевая автомагистраль R0, в которой сходятся дороги со всех направлений. Вся сеть автомагистрали хорошо освещена. Из-за большого скопления транспорта на крупных перекрестках значительная часть дорог была перенесена под землю. Так под землей скрыты не только прямые участки, но и развилки и даже светофоры. Один из туннелей ведет напрямую от магистрали в восточной части города в квартал, где расположено учреждение ЕС. По состоянию на 2007 год в Брюсселе работает около 800 частных фирм-операторов такси. Общее количество автомобилей такси – 1200, на них работало 3200 водителей. В городе имелось 633 стоянки такси. Все частные фирмы подчиняются дирекции такси Министерства Брюссельского столичного региона. Службы такси действуют в пределах Брюссельского столичного региона Бельгии, а также в ближайших пригородах. Все операторы такси применяют единую тарифную систему. Все автомобили такси Брюсселя имеют на крыше светящийся знак, с надписью «Такси» красными буквами на белом фоне и рисунком желтого ириса. Символ Брюсселя. Автомобили такси выкрашены, как правило, в белый или черный цвет. Брюссель обслуживают два международных аэропорта. Брюссель за Вентим, 12 километров к северо-востоку от Брюсселя в одноименной коммуне. Брюссель-Шерлеруа в Шерлеруа, 50 километров южнее столицы. Морской транспорт. Порт Брюсселя с ежегодным оборотом 7,85 миллиона тонн является одним из самых крупных в Бельгии. Канал Брюссель-Шольда соединяет его с рекой Шольды и таким образом с портом Антверпена и Северным морем. Канал Шерлеруа-Брюссель осуществляет связь с Волонией. Самые крупные вокзалы Брюсселя, Северный, Центральный и Южный, соединены между собой с Северо-Южным тоннелем. Поезда международного сообщения прибывают обычно на Южный вокзал, где налажено сообщение с Парижем, Амстердамом, Кольном. Поезда Талис ТФКФ, Айс и Лондоном. Юроустар. Вокзал Брюссель-Люксембург первоначально был предназначен для связи с данной организацией ЕС, однако в последнее время все чаще используются и обычными горожанами. Сеть общественного транспорта состоит из четырех линий метрополитена, трех линий преметро, подземные трамвайные линии, 18 трамвайных линий и 50 автобусных маршрутов. Все станции и остановки носят названия на нидерландском и на французском языках. Оператором общественного транспорта в Брюсселе является СТИП-МИПФ. Система метро состоит из четырех линий. 1, 2, 5 и 6. Среднее расстояние между станциями составляет 650 метров. Линии 1 и 5 проходят с востока на запад и имеют общий участок в центре города. Линия 2, кольцевая, в виде пятиугольника, повторяющего черты исторического ядра Брюсселя. Помимо метро существует несколько частично подземных трамвайных линий, преметро, в том числе три основные. 3, 4 и 7. Важнейшая из линий соединяет северный вокзал с южным. Городской транспорт работает до 0,30, ночные маршруты. Кроме автобусной линии Н71, действуют только в выходные дни, билет на них несколько дороже, чем в дневные часы. Цены за проезд на такси в Брюсселе довольно высоки. Брюссель связан с пригородами поездами НМС, с НПП, многочисленными автобусными маршрутами СТИП-МИПФ, Д-Лиджентек и трамвайными маршрутами СТИП-МИПФ номер 4, 19, 97, 44, 39. Для улучшения железнодорожного сообщения в 2004 году было принято решение о реконструкции сети пригородных экспресс-электричек Росео Экспресс Риджинал, Джовестеледжка Экспресс НЕТ, по примеру парижской сети РР. Сеть должна была быть запущена в эксплуатацию в 2012 году, но из-за многочисленных задержек этот срок был перенесен на 2017 год. На протяжении нескольких веков в Брюсселе имел место конфликт между франкоязычным и фламандским обществами, благодаря чему две территории развивались обособленно, каждая со своими культурными, архитектурными и экономическими особенностями. В центре города в архитектуре преобладают средневековые дома во фламандском стиле, в частности, в стиле фламандского барокко и барабанской готики. Наиболее яркий пример – архитектурный ансамбль площади Гран-Плас, созданный в 16-х веках. В конце 19 века доминирующую позицию переняла Волонская франкоязычная община, поэтому большинство строений 19-х веков были выполнены во французском стиле. Один из основателей стиля модерн с его плавными необычными формами, Виктор Орта обучался в Бельгийской академии искусств в Брюсселе и после окончания обучения начал преобразовывать город. Четыре дома по проекту Орта были занесены в список объектов всемирного наследия. Дом Эдмона Тасселя, музей Орта, дом Сольвий, дом Ван Этвельда. Другой пример юген стиля из списка всемирного наследия – дворец Стокля, построенный в начале 20 века венским архитектором Йозефом Хоффманом. Во время расцвета Орного город активно разрастался, поэтому многие брюссельские пригороды могут похвастать архитектурой в стиле модерн. Наиболее примечательны в этом плане коммуны Иксель, Этербеек, Схарбек и Сен-Жиль. После окончания Первой мировой войны популярным становится стиль Ордека, представляющий собой синтез модерна и неоклассицизма. Некоторые строения были выполнены в этом стиле. Например, архитектура базилики Святого Сердца является собой смешение Ордека и Неоготики. Однако Брюссель остался столицей Арнуво. В 1960-70-х годах благодаря закону об оплате сноса старых зданий государством, автомобилизации и переезда европейских учреждений в Брюссель сносу подверглись многие исторические постройки, а также целые кварталы. На их месте выросли новые высотные здания из бетона и стекла. Так, во время прокладки подземной железной дороги между северным и южным вокзалами центр Брюсселя был застроен современными офисными зданиями. Часть квартала Моролы была расчищена для Дворца Правосудия, также был разрушен Дворец Народа, один из шедевров основоположника Арнуво Виктора Орта. На месте разрушенного северного квартала были построены бельгийские министерства. Для учреждения Евросоюза в восточной части города был построен европейский квартал. Сейчас при перестройке исторических зданий практикуется фасадизм, сохранение фасада с полной реконструкцией остальной части здания. Сердцем города является Гран-Плас, Гротте-Маркт, площадь длиной 110 метров и шириной 68 метров. Ее окружают дома, построенные в 17 веке. Каждый имеет свое название и каждый принадлежал когда-то определенной гильдии. Так, например, дом Волчицы занимала гильдия стрелков из Лука, дом Тележка был построен в 1697 году гильдией производителей масел и жиров. Некоторые дома, такие как Дуб Лисенок, отличаются довольно простой архитектурой. На площади также находится здание мэрии. Ратуша, представляющая собой шедевр готической архитектуры. Сооружение брюссельской ратуши велось в трех этапах. Левое крыло более длинное, было построено в 1402 году якобом ван Тинином. Правое, достроено в 1445 году неизвестным архитектором. В 1450 году здание было увенчано 90-метровой дозорной башней со статуей архангела Михаила, покровителя Брюсселя. Напротив ратуши возвышается дом короля, где, несмотря на название, никогда не жил ни один король. Построенный в 13 веке, дом служил поочередно складом для пекарей, трибуналом и тюрьмой. В 1873 году архитектор Виктор Ямар реконструировал здание в стиле готики. В наши дни в доме короля находится коммунальный музей. Неподалеку от Гран-Плас, Гротте Маркт находится знаменитый фонтан, писающий мальчик, бронзовая статуя высотой 61 сантиметр. Существует множество легенд о его появлении. Согласно одной из них, четыре века назад один мальчуган спас таким образом город от пожара. Сегодня знаменитый на весь мир писающий мальчик, обладатель гардероба, состоящего из более чем 800 нарядов, которые хранятся в доме короля в коммунальном музее. Так, в дни рождения Моцарта и Элвиса Пресли его наряжают в соответствующие костюмы, а во время международных матчей манекен Пис примеряет форму национальной сборной по футболу. С 1987 года несколькими улицами далее стоит статуя писающей девочки, пандан манекена Писа. В 1999 году появилась также писающая собачка, символизирующая объединение разных культур в Брюсселе. Источник не указан 876 дней. Довольно красив фонтан Минервы, авторство Жака Берже. Он установлен на площади Гранд Саблон благодаря завещательному дару лорда Томаса Брюса, второго графа Эйлсбери и третьего графа Элгена, поблагодарившего город за гостеприимство, которое он получил во время своего изгнания. Возведение собора датируется 1226 годом. Архитектура здания включает в себя элементы таких стилей, как романский, готический ренессанс. Но все же заметно преобладание готики. Фасад состоит из двух башен, каждая 70 метров в высоту, украшен резными шпилями, которые возносят собор высоко в небо. Внутри здания освещается мягким светом, проникающим через высокие окна с витражами удивительной чистоты. Одной из главных достопримечательностей и символом города является Атомиум, построенный ко Всемирной выставке 1958 года. Атомиум находится на севере города в районе Лакен и представляет собой увеличенную в 165 миллиард раз модель кристалла железа высотой 102 метра. В непосредственной близи от Атомиума расположен парк миниатюр Мини Европа с копиями наиболее знаменитых сооружений Европы в масштабе 1 час 25 минут. Также в районе Лакен находятся шесть королевских резиденций. Брюссель является родиной комиксов. В городе творили такие именитые мастера комиксов, как Рже, Андре Франкин и Морис де Бевер, создавшие серии комиксов о Тинтине, Марсупеламе, Счастливчике Люке, Гастане и других ставших популярными во всем мире персонажах. Уникальной достопримечательностью Брюсселя являются комиксы на стенах домов, разбросанные по всему городу. Наиболее известные из них собраны в путеводителя Камикс Трипрут. Бельгийский центр искусства комиксов, расположенный в построенном по проекту Виктора Орта здании в стиле Арнуво, хранит коллекцию из более 25 тысяч комиксов, в том числе около 400 оригинальных рисунков Рже, и рассказывает историю комиксов от самого зарождения до наших дней. 2009 год объявлен в Брюсселе годом комиксов. Между верхним городом с королевским дворцом, парламентом и дворцом правосудия и нижним городом, историческим центром Брюсселя с ратушей, жилыми домами и домами ремесленников, расположена гора искусств, сооруженная в период Брюсселизации. Характерными для этого периода стали массивные геометрические формы постмодернизма, выраженные в архитектуре Королевской библиотеки Бельгии и Дворца Конгрессов. С верхней точки горы искусств можно увидеть Гран-Плас, а в солнечный день к тому же Атомиум и Базилику Святого Сердца. Помимо Королевской библиотеки на горе находится комплекс музеев и художественных галерей. Музей музыкальных инструментов, Королевские музеи изящных искусств и другие. Чуть выше располагаются Королевский дворец, Королевский парк и Дворец академий. В городе расположены франкоязычный Брюссельский свободный университет, Нидерландскоязычный Брюссельский свободный университет, католический университет Асент-Уи в Брюсселе-Руэн, Высшая школа-университет Брюсселя, Королевская академия изящных искусств в Брюсселе, Брюссельская консерватория. Культурная жизнь Брюсселя довольно богата и разнообразна. Помимо музеев и постоянных выставок, периодически проводятся концерты и прочие культурные мероприятия, как например, празднование Дня Святого Валентина и Международного женского дня, год комиксов, концерты мировых звезд. Можно приобрести культурный гид на текущий год с расписанием всех мероприятий и адресами музеев, театров, клубов и выставок. В 1993 и 2002 годах в городе проходил чемпионат мира по полумарафону. Брюссельский столичный регион насчитывает 80 музеев, около половины из которых расположены непосредственно в чертах коммуны Брюссель. Помимо привычных художественных и исторических музеев, в Брюсселе существуют такие уникальные музеи, как музей шоколада и какао, музей комиксов, музей пива, музей музыкальных инструментов. Среди художественных музеев следует отметить Королевские музеи изящных искусств с обширной коллекцией произведений фламандских мастеров. Существует система скидок на посещение брюссельских музеев, Брюссельскарт, дающая право на бесплатное посещение некоторых музеев и проезд на общественном транспорте. Также раз в год проходит Ночь музеев. Бельгия считается родиной пролине, картофеля фри и бельгийских вафель, поэтому эти блюда весьма популярны по всей стране и в частности в ее столице. Помимо фриткотц, специализирующихся на продаже картофеля фри и закусочных с вафлями, на улицах города расположены киоски с деликатесами, например, виноградными улитками и свежими морепродуктами. Также в окрестностях Брюсселя производятся особые сорта пива. Ламбик, гюс, брюссельское шампанское и другие. Всего на территории Брюсселя расположены около 2000 ресторанов, 8 из них отмечены хотя бы одной звездой в гиде Мишлен. 4 двухзвездных и 4 однозвездных. Наибольшее количество ресторанов находится в районе улицы Мясников. Рюдес Баучерс, Бинхоуверстрат. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии.